Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин Сегодня тема лекции урока Следующего человека наблюдается слабый пульс Прошу вас не путать, когда человек родился Со слабым пульсом Это его ритм И он должен жить с этим ритмом, это одно А когда человек уже, скажем так, жил в одном ритме Потом переходят возрастные, скажем так, изменения И у него резко что наблюдается слабый пульс Вот он жил в одном тонусе А потом резко этот тонус, что ослабел И человек, скажем так, тоже, что ослабел Помните, что слабый пульс влияет сразу на тонус сердца Вот здесь много ума не надо Первое, что нужно восстановить орган сердца Но орган сердца, вы не имеете права только восстанавливать, укрепляя сердце Вы также должны укрепить что? И меридиан сердца, который контролирует орган сердца Вот в чем ошибка западной медицины Которая не хочет принимать восточную медицину Как основную медицину Либо дополнительную, либо как неотъемлемую часть Человека и человеческого организма в целом Вот, конечно же, на тонус, то есть на слабый пульс Сразу слабый тонус, что мышечные системы Полностью страдают все мышцы Мы знаем, что сердце, что сделано из мышц На слабый пульс сразу влияет, что внутренние органы Они все, что становятся слабыми Вследствие чего у человека не производится должной энергии Человек, что слабеет на глазах Либо переходит в этот ритм Не обращая внимания А потом все-таки сердечко начинает у него покалывать, побаливать И человек начинает уже искать средства Чтобы не болело сердце Также слабый пульс, что порождает Слабость центральной нервной системы Либо нерва вообще полностью Ну и, конечно, многие скажут, что же делать Прежде всего это возбуждающая терапия Как это понять, возбуждающая терапия? Ну и человек не должен давать этому ритму себя поработить Вот этому слабому ритму Чтобы поработить это сердце То есть человек должен все-таки давать себе взбучку Давать нагрузку Давать все-таки, скажем так, себе ЛФК И воспитывать себе физкультуру Почему? Это культура То есть если человек должен ходить в день Там, допустим, хотя бы 2-3 километра Хотя бы он должен ходить А не ждать, пока сердечко прижмет И он будет потом ходить Вот это очень все элементарно просто Также можно сразу здесь сказать Слабый пульс – это отражение всего внутреннего нашего с вами организма И состояния всех 12 меридианов Необходимо учитывать диагностику 12 меридианов И точка С9 Шао Чун Вам в помощь, уважаемые зрители, те, кто страдает слабым пульсом Либо приступом слабости, который отражается на пульсе у человека Точка С9 Шао Чун вам в помощь Тонизируйте ее, но не очень активно Помните, что точка переводится как «меньший натиск» Вы должны ее активизировать, но меньшим натиском Вследствие чего вы дадите заряд хороший и органу сердца А так как орган является сердце Хозяином всех внутренних органов Сердце, да что? Стимуляцию активизирует все внутренние органы Можно ли при слабом пульсе, скажем так, позволять себе кофе? Да, можно Можно ли позволять себе чай? Да, можно, зеленый, который активизирует Можно ли, скажем так, острые продукты употреблять? Да, можно Но во всем нужно знать меру Спасибо за внимание